Кремль вместе со всеми узнавала о поправке Терешкова в режиме онлайн. Пресс-секретарь президента ответила на вопросы журналистов, почему Путин согласился идти на новый срок, отметив, что пока не ясно, будет ли он вообще баллотироваться. Кремль вместе со всеми узнавала о поправке Терешкова в режиме онлайн, а обнуление срока в это из разговорного языка, в поправках в Конституции такого термина нет. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о том, почему Владимир Путин согласился идти на новый срок. По словам Пескова, еще не решено, будет ли в Абхен баллотироваться. Депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право выступать законодательной инициативой. В данном случае иные депутаты реализовали это свое право законное. А как в Кремле понимают сам термин обнуление сроков президента? Входит ли туда текущий срок, например? Или при обнулении он будет считаться как бы как первый? Ну, обнуление, нет же такого термина обнуление, это, скажем так, скорее разговорный на русский язык обнуление. В целом надо читать ту формулировку, которая занесена в законопроект. Получается, если мы не считаем больше все предыдущие сроки Владимира Путина, их как бы и не было, то есть тогда как относиться к результатам работы Владимира Путина в этот период? В какой период? Весь предыдущие все 20 лет. Как относиться? Как к 20 годам работы президента. Вы знаете, что вот 20 лет у нас будет, как он избрался, 26 марта. Много материалов, разные проекты появляются на этот счет. Идет обсуждение этих результатов. Поэтому это огромный, очень важный, очень ответственный период развития нашей страны, который напрямую связан с Владимиром Путиным. Поскольку все идет к тому, что на общероссийское голосование будет вынесена эта поправка, которая позволит Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году, людям, конечно, очень интересно было бы узнать до этого момента, до общероссийского голосования, его отношение к возможности своего выдвижения в 2024 году. Я хотел бы вам напомнить, что поправка о возможности Путина в оставлении своей кандидатуры на выборах президента в 2024 году не будет голосоваться. Отдельно поправки не голосуются. Голосуется пакет поправок. Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной Думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года, где он, наоборот, сказал, что еще куча времени. Будет 2024 год, тогда посмотрим. Должны будут слепые голосовать. Потом, соответственно, Владимир Путин может обмануть ожидания этого человека и сказать, что он не хочет баллотироваться в 2024 году. Путин до сих пор на протяжении 20 лет не обманывал ни разу ожидания человека. И в данном случае люди будут голосовать за пакет. Владимир Путин всегда подчеркивал как раз свое убеждение и уважение к этой норме о том, что должно быть ограничение по количеству сроков. Что заставило его поменять мнение? Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции. Она не исчезает. И вот это вот изъятие для действующего президента, оно носит, собственно, разовый характер. Только в отношении действующего президента в связи с принимаемыми пакетом поправок раз и, главное, в связи с ситуациями. То есть это была суть инициативы Терешковой. Ситуация в мире хорошо известна. Она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг. Я правильно понимаю, получается, что он изменил свою точку зрения из-за ситуации в мире, из-за внешней ситуации вокруг России? Безусловно. Это один из важных факторов, конечно. Это какие-то временные ситуации с коронавирусом? Или это санкции? Или это терроризм? Конкретно имеется в виду совокупность всего того, что вы перечислили. Коронавирус, который имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики. Это в целом набор некоторых признаков возможной рецессии, которая может быть где-то на горизонте глобальной экономической рецессии. Это и совокупность острых региональных конфликтов, которые также оказывают влияние. Это действия различных стран, которые идут вразрез с международным правом, в том числе и действия, направленные на введение рестрикций в отношении третьих стран. Получается тогда, что положение России в мире ухудшилось по сравнению с тем временем, когда президентом становился Владимир Путин, или когда он уходил после второго срока, когда президентом становился Медведев? Настолько опаснее стало положение России? Нет, не положение России. Положение всего мира стало менее стабильным. Дмитрий Песков, спросили также, не перенесут ли голосование по поправкам в Конституции за карантин, и рассматривается ли возможность отмены парада Победы на Красной площади по примеру Казахстана. Представитель Путин ответил, что в Кремле пока не видит для этого никаких оснований. В Казахстане отменили парад в честь 75-летия Победы из-за коронавируса, хотя в стране пока не выявили ни одного случая заражения. В России зарегистрировано 28 заболевших, 8 новых случаев в Москве и области были подтверждены накануне. Депутата Сергея Катасонова отправили на принудительный карантин, а вместе с ним еще несколько депутатов. Катасонов вернулся из Парижа 5 марта, когда там уже были случаи заражения коронавирусом, потом несколько дней он ходил на заседание, было в Госдуме, когда там выступал Владимир Путин. На пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал Катасонова наказать. Депутата Катасонова. Ему было сказано две недели сидеть дома, никуда не выходить. Он появился здесь вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции, летел в самолете, во Франции находился по собственной инициативе. Это тоже недопустимо. Отвратительное явление. Ему наплевать на всех на нас. Может уже заразил десятки людей здесь. Он же ходит по думе. Предлагаю наказать поучительно перед всей страной принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова. Владимир Жириновский. Депутат Катасонова не стали лишать мандата, но спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за аннулирование пропуска на две недели, а заодно отправил на карантин еще несколько человек. В этой связи, если вы сами общались, придется также пройти карантин. Коллеги, смех смехом. Давайте примем решение об аннулирование пропуска в Государственную Думу. Пускай проходит карантин, а затем, соответственно, уже после этого будет у него возможность. Вот тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше-ниже на карантин. Но и коллеги, те, кто общался, также на карантин. Не о вас речь идет, а речь идет о том, что можете создать проблемы нашим гражданам. Вячеслав Володин в беседе с созданием подъема Катасонов не стал отрицать, что недавно вернулся из Парижа. Он объяснил, что он не ушел на карантин, потому что во Франции еще не был введен этот режим. Число депутатов, вместе с ним отправленных на карантин, он оценивал в 5-7 человек. «Я не думаю, что подверг опасности президент. Все-таки я сижу достаточно далеко, на галерке», — сказал депутат. Позднее он добавил, что на прошлом медообследовании признаков коронавируса у него не оказалось. Мы спросили некоторых депутатов, сидевших недалеко от Сергея Катасонова, правильно ли поступил их коллега, и будут ли к нему применены какие-то санкции. Депутат Госдумы Андрей Луговой. Конечно, коллега наш поступил крайне безответственно, потому что он прибыл из страны, из Франции, которая находится сейчас, как я понимаю, тоже в такой зоне риска. И, конечно, прилетев, он должен был находиться на карантине. Сразу обращаю внимание свое, что на сегодняшнее время, 17 часов 30 минут, мой коллега прекрасно себя чувствует, у него нет абсолютно никаких симптомов. Более того, на том самолете, на котором он придел, все себя прекраснейше чувствуют, никто не заболел, и нет никаких проблем. И из Франции, насколько мне известно, за последний месяц прилетают, по-моему, различными компаниями до 10 самолетов, где летают и иностранцы, и граждане России. Поэтому просто мы, в том числе своим примером, должны показать ответственное отношение вот к тому явлению под названием коронавирус. Вы на сколько уходите на карантин, получается? Две недели, на сколько там? Человек 15, наверное, депутат. Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов. А вы же там недалеко, получается, сидите от него? Ну, относительно недалеко, через два ряда. Действительно ли, должен ли он был как-то предупредить? Процедура здесь очень простая. Еще до таких активных слышек коронавируса я сам лично где-то около месяца назад был в Южной Корее еще. Так как по приезду моему по прилету из Южной Кореи, из Сеула, в аэропорту Шереметьево, были взяты пробы. Я был отправлен на карантин. И до того, пока я не прошел проверку, есть ли у меня коронавирус или нет, я находился в маске у себя дома, с кем не общался. Но то, что касается позиции Владимира Вольфовича Жириновского, и то, что касается позиции вообще, в принципе, нашего Роспотребнадзора, я думаю, что в этом направлении они должны быть жестче. И здесь нету разницы, кто-то студент летал на практику в Евросоюз или депутат Государственной Думы летал, возможно, с рабочим визитом в европейские страны. Любой человек, который таким или иным образом контактировал с зараженными людьми, он, конечно же, должен пройти карантин, либо, соответственно, сдать анализ на сегодняшний момент. Это сложно, но это возможно. Зампредседателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Безусловно, вопрос о лишении мандата стоять не будет. Закон о статусе депутата не предусматривает такого основания. А то, что заседание предложили ему идти на изоляцию, и сегодня уже всем тем, с кем он общался в эти дни, это вполне необходимые меры предосторожности. Какие-то санкции, не знаю, или он просто должен на карантин идти? Ну, какие санкции? Если рассматривать нарушение этики, ну, если вдруг это, кажется, все-таки он вирусоносителем, и это получился тяжкие спасения, тогда есть ответственность, а так-то нет. Позднее в кабинете Сергея Катасонова проверили влажную уборку, второй раз за день, и все поверхности обработали хлоркой. Ранее о самоизоляции заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, он также поищал Францию, где принимал участие в работе в ПАСЕ. Субтитры создавал DimaTorzok